Так, бери. А теперь попробуй быстро поповорачивать. Что ты чувствуешь? Он сопротивляется. Все началось с карантинов. Был такой год, когда у нас в один учебный год было два карантина, и, в общем-то, дети где-то месяц не занимались. Физика не позволяет отстать на месяц и потом это наверстать. Поэтому пришлось некоторые уроки физики, наиболее такие сложные, снимать просто на видеокамеру в пустом классе. Дети болеют. Зима. И просят, Павел Андреевич, мы можем по скайпу смотреть ваши уроки. Я говорю, пожалуйста. Ну, все-таки, ребенок на этом уроке присутствует. Но только один. А если заболело несколько человек? Раз, два, три. Соп. Ну, ладно. Спасибо, Саша. Садись в бедные книжки. Вы видите, что змейка пришла во вращение. Счастье – это когда тебя понимают. И вот в комментариях к тем урокам, которые я записываю, можно часто прочитать. Мы очень хорошо понимаем то, что вы рассказываете. Ну, значит, если тебя понимают, это есть основание для счастья. Итак, внимание, поехали. А вы не думали, допустим, как-то монетизировать канал? Вот же есть там какие-то в Ютубе всякие вещи? Постоянно поступают предложения, но я от них отказываюсь. Мне кажется, что две вещи в этой жизни – лечение и обучение – должны быть бесплатными. Если есть такая возможность, почему бы это не сделать? Мне уже сколько, шестьдесят пять лет? И это своеобразный нерукотворный памятник, которому народная тропа пока что не зарастает. Так что это нужно, поэтому я это делаю. Спасибо, Игорь. Субтитры создавал DimaTorzok